Это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Всем добрый день и добрый день Азизу Агаеву, директору аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Это ваше особое мнение, Азиза Ильич, мы себя услышали. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну, я хочу вас поздравить, прежде всего, с успешным дебютом программы «Союз нерушимый», потому что от Федерального агентства по делам национальности получаем мы премию. Ого! Вы это прекрасно знаете, поскольку едете на вручение, вы едете в эти выходные. Это, мне кажется, серьезное достижение, очень здорово, что считают эта программа важной не только мы и наши слушатели, но и оцененной еще профессиональным сообществом, потому что журналисты, которые занимаются этой тематикой, оценивали это в том числе. Удачные вам поездки. Ну, это приятно, что профессионалы дают такую оценку. Мы-то с вами понимали, что эта тема важная. Конечно, иначе мы бы не начинали. Правда же. Напоминаю, что программа «Союз нерушимый» выходит два раза в месяц по субботам с 13.00. Да. Сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами... По пятницам. По пятницам, да. По пятницам, все верно. Да. Сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами рассказали продолжение истории Гурбана Гурбанова, которую мы освещали в нашем эфире, и наши коллеги из еженедельника «Авецкий наблюдатель» поддерживали это. Благодаря чему, слава богу, нам удалось Гурбана оставить здесь со своей семьей. Гурбан... Давайте напомним, кто такой Гурбан. Гурбанов Гурбан – это обычный человек, работяга, значит, человек, умеющий руками работать, то есть он отделочник. У него есть любимая женщина Наталья, они живут в силополом. У Натальи четвертей, трое из них, они... Совместные дети. У них совместные, да. Ну, старшие тоже чувствуют себя не лишним в этой семье. Ну, живут как могут. На что хватает, как бы, средства, я думаю, что в Кировской области таких семей немало, скажем так. То, что заработали, то поели, то и одели. Да. Вот, собственно говоря, вот так вот. И была такая ситуация, что за нарушение миграционного законодательства Гурбана высылали из страны. Да, была такая ситуация, что было принято решение о его депортации. Впоследствии, после того, как, значит, мы били вместе с вами в колокола, миграционная служба услышала нас. То есть они увидели основание для отмены этого решения о депортации. И в результате, значит, отмены этого решения и выполнения, грубо говоря, ряда формальных действий ему удалось остаться. Его не депортировали. Это было большое, как бы, имело большое значение, потому что если бы его депортировали, это означало бы фактически крест на их совместной жизни, его совместной жизни с семьей. Ну, звучали всякие голоса, там, типа, ну пусть его депортируют, пусть он забирает семью с собой, там, и так далее, и так далее. Но сразу скажу, что эти пять человек, которые вместе с ним живут, один Гурбан, там, гражданин Азербайджана, все остальные граждане России. Вот. И странные эти призывы, когда, так сказать, предлагают гражданам России, значит, послать, выслать фактически страны вместе с мужем, с отцом азербайджанца. В процессе обсуждения люди говорят, допустим, она едет со своими детьми тогда в Азербайджан. Да, да, да. Раз она тут не работает, она не работающая. Да, ну, если нашей стране, так сказать, вот так вот нужно, я думаю, что тогда можно полстраны, фактически, так сказать, выслать, с кем Россия жить тогда будет, по большому счету. Да, у нас страна-то, не случайно наша программа с вами Советский Невышний Шоу называется, мы все-таки наследники этой большой страны, да, и различные социальные процессы происходили. Ну, надо напомнить, что почти 20 лет Гурбан живет на территории нашей области. Да. И честно работает, зарабатывает на жизнь. И честно работает, честно зарабатывает. Но самое интересное, что он сегодня уже готов, он готов уже стать гражданином России. То есть он готов принять гражданство России для того, чтобы жить вместе со своей семьей, спокойно продолжать благоустраивать нашу с вами Родину. То есть до этого момента, до вот этого критического случая, в принципе, не было необходимости принимать гражданство, а сейчас он понимает, что это будет избежать. Необходимость, да, да, потому что там, во-первых, ужесточение миграционного законодательства, потом там целый ряд формальных действий, которые нужно вообще запомнить, потому что миграционная служба не считает своим долгом напоминать людям, что, ну, хотя бы позвонить, сказать, слушайте, вам надо через неделю прийти, там, какую-то бумагу пронести. То есть, а там, если ты эту бумажку не принёс, хотя все знают и проверяют, потому что есть процедура проверки людей, все ходят и проверяют, что ты тут живёшь, что ты тут работаешь. Который с тобой знаком. Да, да, он знает, что ты тут живёшь, но он ни разу тебе не напомнит, что тебе через неделю надо какую-то бумагу унести в миграционную службу, потому что там, ну, какие-то ведутся учётные работы. При этом надо сказать, что за эти 20 лет Гурманов совершил, совершал административные нарушения, связанные неподачей его документов, значит, там, где-то его привлекали к ответственности за неправильный поворот или нарушение каких-то таких, ну, правил дорожного движения. Вот. Но, на самом деле, характеризуется он положительно, глава администрации им доволен, когда к ним обращается, он помогает, соседи все довольны, учителя, по-моему, если я не ошибаюсь, даже писали письмо гупернатору, когда этот вопрос поднялся учителя в школе. Где учатся его дети. Где учатся его дети, да. То есть, ну, это говорит о чём? Ведь люди оценивают, что это за человек. Ни один человек не сказал, что Гурмана нужно выслать, кроме некоторых сотрудников миграционной службы. Ну, слава Богу, вот в этой части вопрос был разрешён, благодаря нашим совместным усилиям. Гурман выехал и въехал из страны на законных основаниях, надо сказать, что с финансовой помощью своих соотечественников. Да. Но у него возникли новые проблемы. Возникли проблемы, да. Это как раз проблема такая, о которой я предвидел, и по поводу чего я обращался в суд и просил всех, чтобы признать, отменить решение о его привлечении к административной ответственности за нарушениями миграционного законодательства по нереабилитирующей статье. То есть по статье мало, значит, с учётом статьи 2.9, там, административного кодекса о малозначительности. Потому что на самом деле это нарушение было малозначительным, оно не повлекало собой никаких последствий. При этом последствия оставления этого постановления Силин сегодня мы пожинаем, да. Чем они выражаются? Они выражаются в том, что Гурман, въехав на территорию России, захотел получить патент на работу, потому что ему надо работать, содержать, получать доход, содержать детей и жену, которые тоже не работают, потому что ребёнок маленький. А в выдаче патента ему отказали. Тоже на законных основаниях? И тоже вполне на законных основаниях. То есть здесь как бы подкопаться к формальной трактовке закона очень сложно. Попытка обжалования, она точно так же упрётся в непонимании судейской системы, чего тут обжаловать, всё и так ясно. А основанием является то, что у него было два административных нарушения в течение года. Те самые, за которые его депортировали? И которые мы просили хотя бы один из них признать малозначительным, потому что эти последствия были видны. Сегодня всё ещё у нас есть маленький-маленький последний шанс, потому что по второму нарушению мы обратились в областной суд с кассационной жалобой. И, возможно, аргумент нашей ситуации будет понята и принята, будут приняты и поняты областным судом, но... Просто, чтобы я тоже объяснила слушателям, по тем самым формальным причинам, получается... Да, что переехал на 50 метров... Теперь ему разрешили въехать в страну, но работать не разрешают. Но работать не разрешают. И кормить семью тоже, получается, невозможно из-за трудных оснований. Ну, смотрите, а раз работать не разрешают, значит источника дохода нет, потому что у него финансовых средств нет на банковском счёте. А опять нарушение. А раз источников для проживания в стране нет, то он обязан выехать. А если он... Это требование законно. Если он не выполняет это требование законно, значит будет принято решение об аннулировании его права на проживание и будет принято снова решение о депортации. Замкнутый круг. Замкнутый круг. Решение о депортации не может быть принято потому, что в соответствии с конвенциями соответствующими является вмешательством в частную жизнь, так как у него здесь семья и дети, ну и так далее и тому подобное и поехали. Вот я бы хотел, чтобы такие вещи при принятии определённых решений учитывали наши суды. Потому что просто формальное применение тех или иных норм закона, оно неприемлемо сегодня. Но если мы начинаем применять нормы закона формально, то нам вообще суды-то зачем? Мы поставили компьютер, ввели туда условия привлечения. Компьютер нам выдавал судебское решение. Компьютер нам выдворить. Да. И всё. А нам-то надо, чтобы эти нюансы нашей жизни, а жизнь она полна нюансов, почему нужна судебная система, да, и почему там работают судьи, к которым мы обращаемся, уважаемый суд. Почему мы считаем их экспертами? Мы их экспертами не только в праве считаем. Мы их считаем экспертами в праве, которыми, или нормами права, которыми мы руководствуемся при жизни. А мы все понимаем, что условия жизни могут ставить нас в такие ситуации, когда те или иные нормы необходимо комментировать, трактовать. То есть необходимо давать им то или иное значение, связанное с жизнью. Азиз Алейч, вот мы с вами обсуждали пару недель назад этот вопрос, когда возникла вот такая ситуация. Мы осознали, что человеку сейчас опять нужна помощь, а как против системы попрёшь, непонятно. Нашли межрегиональную благотворительную общественную организацию, перевозочный миграционный центр недалеко от нас, в Нижнем Новгороде. Созванивали с ними, и они нам озвучили, что это не первый случай, были в их практике такие случаи. Был ли вы с вами, продолжили ли вы с ними общение, что они говорили, что рекомендовали? Да, я с ними продолжил общение, я посмотрел их материалы, и я посмотрел, как они дальше действуют. На самом деле, дальше они обращаются в вышестоящие органы, то есть вышестоящие. Это федеральная миграционная служба, непосредственно глава федеральной миграционной службы, которая может принимать такие решения, отменять решения территориального органа. И администрация президента. То есть... Снова первое лицо государства решает. Вопрос маленького человека. Ну, смешно. Мне вот лично вот такой подход не нравится. Должен быть системный подход. Но вы им воспользовались вот этим? Да, конечно. Мы направили письмо федеральной миграционной службы Константину Ромодановскому с описанием всей ситуации и с просьбой не только отменить это решение, разрешить ему работать, но и дать указание сотрудникам содействовать в получении Гурбаном, в конце концов, российского гражданства. Надежда есть? У русского человека надежда всегда есть. Понятно. Будем следить за судьбой Гурбана. Только один вопрос. На какие средства сейчас его семья что-то существует? Можно я это не буду комментировать? Потому что любое слово сейчас может быть использовано против Гурбана. То есть, если я скажу, что он не работает и никаких доходов нет, то это основание для того, чтобы его... Если я скажу, что он работает и где-то зарабатывает деньги, это тоже основание для привлечения его к ответственности. Да, будем смотреть, как разрешится эта коллизия. Переходим к следующему вопросу. Я вам посылала вчера ссылку на интересную новость буквально вчерашнего дня о том, что теперь, начиная с 2016 года, в 200 пунктах въезда в Российскую Федерацию установят дактилоскопические комплексы. Нововведение, как это декларируется, позволит уже на границе выявлять иностранцев, которые пытаются проникнуть в страну нелегальным способом. Посмотрели ли вы, что имеется в виду, и как это, тогда можно будет сделать вывод, как это скажется на мигрантах? Ну, честно говоря, меня эта новость нисколько не шокировала. Сейчас пожелание собрать максимальную информацию просто о людях во всех органах власти и во властных структурах, и не только российских, но и во всех странах Европы, Америки, максимально собрать отпечатки пальцев и так далее. И так далее, значит, все это оправдывают тем, что мы боремся за вашу безопасность, поэтому... То есть, меня, собственно говоря, это не шокировало, не удивило эта новость. Будет ли препятствием наличие тех или иных отпечатков для того, чтобы задержать каких-то людей, которые незаконно пытаются? Ну, наверное, в какой-то степени будет, да. Если уж кто-то что-то замыслил очень серьезное, то нет, потому что мы знаем, что и отпечатки меняются, и сетчатка глаз там другого цвета становится, и лицо там изменяется. И сегодня... Просто чем дальше мы идем, это технологическая борьба, она между... Ну, типа между законом и преступностью, она идет постоянно. То есть, мы когда-то говорили, что электронные кошельки наши, карточки, это вообще, это вещь, которая защищает наши деньги, у нас с кармана деньги не достанут. Но сегодня мы знаем, что лучше иногда наличные иметь в кармане, чем карточек, потому что, скорее всего, с карточки быстрее украдут деньги, а щипачей стало меньше, благодаря нашей доблестной полиции. Ну, то есть, почему устанавливают, понятно. А станет ли это методом, реально препятствующим, например, проникновение сюда террористов? У меня есть сомнения. Есть сомнения. Давайте как раз к терактам сейчас обратимся, потому что понятно, что реализованные, запрещенные в России организации исламского государства в небе над Синаем и в Париже теракты сейчас обсуждаются всеми, и я уверена, что обсуждаются мусульманами, возможно, и в нашем городе. По крайней мере, когда я в интернете ищу информацию, что обсуждают люди и что выносят, например, Совет Муфтиев России по этому поводу, то, конечно, очень-очень много сейчас по этому поводу информации, решений и суждений. Вот мне интересует, как это на бытовом уровне обсуждается, например, у вас с друзьями, с людьми одной с вами веры, дома, может быть, в фонде Азербайджан. Тревожит ли это вас, я имею в виду распространение именно на внутреннюю жизнь в этом городе? И что в связи с этим решается или каким выводом приходится? Или это лучше, знаете, в тишине не трогать, чтобы, не дай бог, не спровоцировать? Наоборот, считаю, что надо трогать, надо обсуждать, что я делаю. Активно достаточно и с друзьями делаю, и в фонде, и со знакомыми, и на работе. И вот вчера был в школе с учителями, значит, дискутировали по этому вопросу. Я член попечительского совета, физмат-лицея, да. И это надо обсуждать, это надо говорить, потому что и с позиции Совета Муфтиев я, как мусульманин, согласен. Особенно в той части, когда говорится, что люди вырывают из контекста Корана, причем как мусульмане, так и не мусульмане, те или иные, значит, фразы, и пытаются затем манипулировать этими фразами, обосновывая свое мнение. Ну, например, такой пример, если я вас назову мусульманкой и любого другого там православного человека, наверное, вы, не зная значения этого слова, будете глубоко оскорблены. Ну, Азиз Алич зашел в студию, сел напротив меня до эфира и сказал, Светлана, вы верите в Бога, а если верите, то вы мусульманка. Да, почему? Потому что, значит, я, это никому не говорят, но значение этого слова означает предавшийся Богу. Мусульманин. Да, мусульманин, предавшийся Богу, предавшийся Всевышнему и раб Всевышнему. Извините, а если вы меня назовете теперь, и меня называют периодически, значит, батюшки наши раб Божий, я должен на это обидеться? Да ни в коем случае я и есть раб Божий, потому что я верующий. Понимаете? И в этой ситуации, когда перевод слова, там, мусульманин, то есть это, если ты не знаешь, что это значит, и ты оскорбляешься на это, все люди являются рабами Божьими, и все люди, верующие, являются предавшимися Всевышнему, предавшимися Господу. Или другой, например, есть вещи, которые нужно разъяснять людям. То есть, когда, например, говорят, что мусульманами считается тот, кто 10 раз сказал Ла-Ила-Хайл-Аллах, Мухаммеда-Расул-Ллах, то есть, и называется, начинают переводить некоторые умники, что, оказывается, это означает, что нет Бога, кроме Аллаха, и, значит, его посланник, и Мухаммед, его посланник. То есть, о чем это говорит? Это говорят, эти люди, заранее переводя таким образом, они сеют вражду между нами, потому что, если ты переводишь, переводи до конца, потому что там не звучит на арабском языке два слова, Бог и Аллах, там звучит только слово Аллах. Если ты одно слово Аллах перевел, как Бог, то ты почему не перевел следующее слово, как Бог? То есть, фактически это звучит, нет Бога, кроме Бога, а Мухаммед, его пророк. И мы все знаем, что библейских пророков у нас было, там, масса, извините, очередной пророк. Да, вот он пришел вот в последние книги священные. И кто такой мусульмане, оказывается, предавшийся Аллаху и считающий его писания священные для себя священным? А какие священные писания Всевышний нам послал? Мы все знаем, это Тора. То есть, для меня, как мусульмане, это священное писание. И мы знаем, это Библия. И для меня Библия, это тоже священное писание. Наряду с книгой с Кораном, которую тоже Всевышний нам послал. И если эти вещи людям не объяснять, то получается, что, извините, вот это вот такая вот между нашими религиями такая, понимаете, вот такой разрыв, такой вот, как это вам сказать, такой ущелье, которое пройти невозможно. Но ведь это неправда. Я не шейх, не имам, не претендую на то, чтобы считали меня ученым в сфере ислама. Но я человек, который читает и Библию, и Коран. И я имею на это свое суждение. Я прошу всех размышлять над тем. Если кто-то приходит вам и говорит, знаете, что вы мусульман? Ведь они вот нам говорят, что нет Бога, кроме Аллаха. Ничего подобного, не верьте. Мусульмане говорят, нет Бога, кроме Бога. И если мы управляем слово Аллах, мы говорим, нет Аллаха, кроме Аллаха. Что то же самое. Что то же самое абсолютно. Я хочу процитировать заявление первого заместителя председателя Совета Муфтиев России, Духовного управления мусульман России, Рушана Бясова, который сказал, «Наша религия несет в себе путь созидательности, добра и милосердия. Именно на созидательный путь мы призываем сегодняшнюю молодежь, просим ни в коем случае не поддаваться на лживые провокации бандитов и террористов, которые хотят сеять смуту, хотят нас затянуть в конфликт, который может не остановиться, а может продолжаться многие десятилетия и, не дай Бог, столетия. Что должны сейчас, на Ваш взгляд, предпринимать родители и учителя, чтобы наши молодежь не затянули в этот конфликт? Люди затягиваются в конфликт, и Вы знаете, что по разным причинам. Если речь идет о каких-то религиозных догматах или доктринах и так далее, то я хочу, чтобы эти вещи людям разъясняли. Конечно, может быть, это религиозные деятели, но это должны быть вполне светские верующие люди. Я в этом глубоко убежден. Потому что если приходит какой-то религиозный деятель, и опять я к мусульманским вопросам, то есть и говорит, что такое джихад, я хочу, чтобы про джихад рассказывал светский человек, который прочитал, что это такое в конечном итоге в Коране. Что это, в первую очередь, борьба с самим собой, с своим нафсом, с своими... Демонами. Да, внутри себя. И во вторую очередь, что означает джихад, это сказать справедливое слово перед неправомерно поступающим представителем власти. Вы представляете, что означает джихад? То есть ты должен взять на себя эту смелость и сказать справедливое слово перед тем, кто поступает несправедливо, насколько бы он силён и мощен перед тобой не был. То есть ничего общего не имеется с тем, что декларируется борьба с... Совершенно. И третье. Борьба с агрессором, пришедшим и на твою землю, и поступающим с тобой. Ничего не говорят о людях иной веры. Абсолютно ничего о людях иной веры. Абсолютно. И абсолютно ничего не говорят о тех, кто не пришёл к тебе с оружием. Очень хорошо можно манипулировать теми людьми, которые никогда не читали священных писаний и никогда не думали над ними. Абсолютно. Абсолютно. Потому что и получается, что я точно так же хочу, чтобы постулаты Библии точно так же для размышления были доступны людям. И рассказывали им об этом на понятном языке, при этом не стараясь их притянуть в сторону какой-то религии, а стараясь их просто притянуть в сторону добра. Да. Но вот не все так глубоко на самом деле размышляли над этими темами. И, наверное, сложно учителям в случае возникновения какой-то ситуации в школе и родителям дома объяснить. Я поэтому говорю, стоит ли сейчас что-то предпринимать на уровне страны, региона, каждой школы, или это просто невозможно? Ну, если бы не стоило, мы с вами не начали передачу «Союз нерушимый», да? Мы с вами начали, и я думаю, что государство на государственном уровне такие вещи должно делать. То есть, когда у нас с вами в студии сидят представители православного духовенства, и я скажу, что одни из самых образованных, грамотных представителей, и готовы к дискуссии представители мусульманского духовенства, да? И тоже одни из самых грамотных, и, пожалуйста, между ними идёт спокойный разговор, спокойная дискуссия. Вы знаете, во время наших передач, наших передач, мы ни разу с ними не разошлись по каким-то ценностям. Даже в понятиях. Даже в понятиях. Мы расходились в какой-нибудь формальный момент. Ну, извините, мусульмане бьют пять раз, так сказать, челом и совершают намаз. Это им в их священном писании там сказано. А христиане тоже бьют челом, но при этом, значит, крестятся. Ну, и что? И тот, и другой молятся Богу. И просит у него. И просит не только для себя, и даже больше не для себя. Для других, кто его окружает, для своих близких. Ну, и самое главное в этой ситуации сохранять трезвость ума и чистоту своего. Абсолютно. Я согласен с ним. Сейчас прервёмся на короткую рекламу. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зиза Агаева. После рекламы перейдём к городским темам. Продолжается программа «Особое мнение», и вы слушаете особое мнение Азиза Агаева. К городским темам сейчас переходим. И вот какая вещь, такая популярная очень тема. И, к сожалению, почему-то не сходящая на них никогда. Строители в Кире просят дать им возможность увеличивать этажность. Этот вопрос был рассмотрен. И мэр города Владимир Быков посчитал, что нужно ограничивать этажность жилых зданий. Он об этом заявил. Но торговые центры, считает Владимир Васильевич, могут расти, увеличивая этажность и уже после утверждения первоначальной заявки. У меня вопрос простой в связи с этим возникает. Откуда возникает необходимость у застройщиков увеличивать этажность уже в процессе строительства? И почему нельзя сразу заложить необходимую? Ну, я думаю, что возникает в связи с тем, что, ну, я предполагаю, чтобы не вызвать возмущение горожан. Вот, то есть вам скажут, что построят шесть этажей. Шесть этажей – это еще для нас приемлемо в центре города, да, например. Ну, или даже вот близлежащих к центру территориях. А вот уже девять, там, ну, я себе плохо представляю, там, среди наших домов связских, ну, скажем, где-то в патриархальном нашем городе, там, когда появляются прыщи, так называемые, да, ну, так они и называются, собственно говоря. Они, конечно, не красят, не красят наш город. То есть только для того, чтобы не вызвать возмущение общественности на первоначальном этапе, получить разрешение? Да, 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 я думаю, что только это. Других оснований нет. Нет там каких-то самых простых бизнесовых таких идей. Насколько я знаю, существуют такие схемы. Например, у человека, у которого есть разрешение на строительство, и он арендует землю в центре города на протяжении многих лет. Нет средств, например, на строительство этого торгового центра. Он находит себе инвестора, в конце концов. А в основном, кстати говоря, были застолблены эти участки еще давным-давно, в начале 2000-х. Ну, как правило, при Киселеве. Да. И вот он находит инвестора, а строить сам не собирается. Инвестор говорит, окей, я строю сейчас торговый центр. Тебе сколько денег нужно заплатить? Я не могу сейчас заплатить. Дай тебе построю, отдам три этажа. А себе там два, три, четыре, пять, насколько хватает, в общем-то, денег и желаний у такого застройщика. Такие бывают ситуации? Ну, такие, конечно, бывают. Но я думаю, что они не рассматриваются уже, когда у них денег нет. То есть они сразу при покупке этого участка, но это называть надо именно так, потому что я знаю массу ситуаций, когда выделялся участок одному ООО. Там собственник был один человек, потом менялся собственник этого ООО, соответственно, появлялся, ну, фактически появлялся другой инвестор. То есть я думаю, что именно в момент уже предложения этого участка новому инвестору эти предложения звучат, и тот, кто продает для того, чтобы продать за хорошую цену, обещает этому инвестору, что он договорится, у него есть связи, он пойдет в административный ресурс, и, скорее всего, высота будет увеличена. Лично я... И спрашивает, сколько тебе надо этажей у застройщика, у инвестора? Сколько этажей денег и сколько этажей зданий, что давайте говорить, как есть, там спрашивают, скорее всего, потому что, ну, с чего бы это вдруг здание, там, по которому строительство разрешено в 4, там, 6 этажей, вдруг вырастает, там, 8, 9, 12, там, и так далее. И в самых неподобающих местах, то есть в самых неподобающих. Я помню, как-то в городе анализ сделали, там, количество торговых, значит, площадей, излишков, там, и так далее, и так далее. Вот буквально недавно. Да, да, да. И сами продолжают... Совсем недавно, когда на Комсомольской площади я просто насилию. Да, да, да. И сами продолжают разрешать строить торговые площади не в тех местах, где есть потребность. В этих торговых площадях. То есть, я думаю, что, уважаемый Владимир Васильевич, здесь он немножко, ну, как бы, кривит душой. Ну, я это предполагаю, может, он не кривит душой, но я так думаю. Потому что, что значит жилые ограничивать, а нежилые не ограничивать. Да какая разница нашему архитектурному облику, жилое это знание или нежилое, так, по большому счёту. Главное, чтобы оно в этот облик, как бы, вливалось незаметно. А у нас так-то не получается. Поэтому я считаю, что есть определённая зона в городе, и в этом городе, и в этой зоне здания должны быть не выше 5-6 этажей. Это реализуемо? Реализуемо при наличии политической воли. То есть, вот тот же Владимир Васильевич Быков должен сказать... Да, да. А что вы думаете, что городом Перископов управляет? А кто он такой? Мне казалось, что это глава администрации... Да что вы. ...которая занимается хозяйственными вопросами. Да, ну, по должности, наверное, но решает все вопросы Владимира Васильевича. Один человек? Ну, не один человек, но, наверное, у него есть, как бы, команда и... А Гурдума решает какие-нибудь вопросы? Гурдума нет. Не решает? Нет. Гурдума слепо голосует за то, что им сказали хозяева. То есть, если Владимир Васильевич в следующем своем высказании скажет, я подумал и решил, что и торговые центры тоже не должны там превышать 4 этажей, что так и будет 4 этажа. Слушайте, ну, это сильный такой мэр, я бы сказала. Слово мэра законно. А нет, ну, мэр-то сам по себе, он, в конце концов, мужчина же, сам по себе, как бы, и служил там в армии, все понятно, сила у него есть. Но это сила системы. То есть, системы и сила безволи людей, которые приняли эти правила. А принимать эти правила нельзя, если ты считаешь себя человеком достойным. Если ты вот, конечно, рабом Божьим быть хорошо, но рабом своих интересов и там... И прежде всего финансовых интересов. Да, и рабом других людей быть, это позорно. Следующий вопрос, который я хотела бы у вас вопросить прокомментировать, вернее, вопрос о теме. Здесь буквально вчерашняя новость. Отчиталась у нас в Министерстве финансов Елена Ковалева, его глава, и выяснилось, что по результатам обсуждения, что у нас большой недобор налогов, и, соответственно, из-за этого бюджет несет все больше и больше, там находится все большим и большим дефицитом. Дело это обсудили. По результатам обсуждения, я цитирую сейчас по бизнес-новостям, было решено подготовить предложение по внесению изменений в региональное законодательство в части совершенствования механизма предоставления налоговых льгот. То есть налоговые льготы регионального уровня бизнесу сейчас являются причиной, по которой у нас большой недобор в бюджет. Теперь задумались и, вероятно, будут вынесены какие-то решения по изменению, тире, или равно, урезанию этих налоговых льгот. У меня вопрос к вам. Как человек, который про бизнес знает многое, если не все, что за этим последует, когда урежут региональные льготы бизнесу? Ну, давайте скажем, что Ковалеву я понимаю хорошо, но Ковалева это тот вагон, которого сегодня поставили впереди паровоза. Вот. На самом деле паровозом должен быть здесь наш зампред по экономике, который паровозом столько лет уже работает, так и не явился. Озвучим его. Кузнецов он у нас, да, Алексей? Да. Прошу прощения. Что это, Алексей Кузнецов? Да. Потому что вопрос налоговых льгот не Ковалева должна рассматривать. Ковалева должна к этим предложениям высказывать свои замечания. Вопрос налоговых льгот рассматривать должен Кузнецов. И комментировать эти вопросы должен Кузнецов. Потому что налоговые льготы бизнесу давались с целью стимулирования экономического развития. И законодательные акты принимались с целью стимулирования экономического развития. И если сегодня вдруг бухгалтер на предприятии, а Ковалева, она и есть бухгалтер, но только на областном уровне, говорит, что я этих денег вам давать не буду, то это как раз говорит о пороченности практики правительства, когда локомотив командует паровозом. Но я бы так вот не высказывалась, наверное, потому что, судя по новостям, которые в бизнес-новостях, извините за тавтологию, были опубликованы, Елена Ковалева лишь озвучила доклад, в котором указала на то, что у нас есть недобор налогов. А кто доклад-то готов? И что с этим что-то нужно делать. А решение, было же обсуждение в региональном Минфине, она не единовично принимала обсуждение. Я ей говорю, что обсуждение в региональном Минфине. Минфин возглавляет Ковалева. Представители Кузнецова, может быть, и участвовали во время обсуждения этого вопроса. То есть вопрос именно так нужно ставить, а не иначе. А если еще шире на вопрос посмотреть, речь идет о том, что не хватает денег в областном бюджете. А когда не хватает денег, надо посмотреть, сколько ты заработал и сколько ты расходуешь. И, соответственно, два варианта ответов возникает. Что зарабатываете вы мало, ребята, и не умеете зарабатывать, и не знаете, как увеличить доходы бюджета. А расходуете, ребята, много. И поэтому подумайте, свои ли места вы занимаете. Ну, Азиз Алиевич, все-таки, если будут приняты некоторые решения по налогам на имущество организации, транспортному, в связи с применением упрощенки на прибыль организации, будут приняты решения на региональном уровне, что это будет значить для предпринимателей? Ну, это будет очередным залезанием в карман предпринимателей. А в чей еще залазит карман, когда у нас такой дефицитный бюджет? В свой, я считаю, что... А карман-то у нас пустоват. Нет, я имею в виду, что посмотреть в расходы, посмотреть в количество министров, министерств, членов... Так и так сократили аппараты, что... Еще недостаточно сократили. Посмотреть на ЗАГС-собрание, где четыре заместителя работают... Это мелочь по сравнению с дефицитом. Давайте будем искать. А вот некоторые эксперты, в том числе и представители Кировской области, и нашего законодательного собрания, и Думы, и в том числе и государственного, сказываются в ту сторону, что, в общем-то, знаете, надо запускать печатный станок. Ибо искать уже денег негде, их просто нет. Нет, смотрите, печатный станок запускают не для того, чтобы... Потому что денег нет. Это некоторые бухгалтеры, например, есть бухгалтеры на федеральном уровне, в Севуанах, да? Они так думают, потому что у них, видимо, мышление не достает для чего. А печатный станок нужно давно было запустить, но не потому что, значит, денег в бюджете нет, а потому что денег в экономике нет. То есть у нас денежная масса, у нас денежная масса, массы в экономике недостаточно для развития экономики. То есть вот такая масса денежная действует негативно на развитие экономическое. Вот почему нужно этот печатный станок? Ведь речь не идёт о том, чтобы напечатать бумажные деньги. Деньги же, вы знаете, печатаются и в электронном виде, тоже как в виде счетов и так далее. И поэтому... 30 секунд у нас остаётся. Да. Поэтому с этой точки зрения я хочу сказать, что подходить надо и к этому вопросу тоже, с точки зрения экономического развития. То есть печатный станок запускать надо для того, чтобы покрывать дефицит бюджета, для того, чтобы стимулировать экономическое развитие. Спасибо, Азиз Агаев. Это его особое мнение вы сегодня слушали. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.